Вот так сегодня выглядят театральные маски, которые со времен греческого театра были символом театрального искусства. Маска смеющаяся, маска комедии и маска трагическая, гримаса боли и ужаса. И маститые деятели нашего театра сегодня пытаются говорить о театре времен коронавируса. Их озабоченность я понимаю и разделяю. Конечно, очень важно, как сохранить театр, как сохранить артистов, чтобы они выжили, не погибли от голода, чтобы они сохранили форму. Ведь жить, называя себя артистом, не выходя на сцену, просто невозможно. Ситуация действительно трагическая. Третий месяц идет карантин, репетиций нет. Все театральные мероприятия онлайн, они в этой ситуации, безусловно, позитивны. Но заменить общение со зрителем, общение живого человека с живым человеком, сидящим в зале, они не могут. И все проекты, связанные с тем, чтобы заполнить зал наполовину, соблюдать расстояние в два кресла между сидящими зрителями, зрители в маске, в медицинской, во время спектакля, опасающиеся скорее за свое здоровье, чем за происходящее на сцене, озабочены больше этим. Все это, конечно, навевает очень серьезные размышления о будущем нашего театра. Но самое главное, что я пока не слышал ни одного высказывания, каким будет театр с точки зрения художественной, когда, может быть, театр и откроются, и зритель вернется. Что надо ставить? Что это будет за новое ощущение зрителя от жизни? И какая литература будет угадывать это? Что будет интересно зрителю в эту новую театральную эпоху? Как театр выживет и каким он выйдет из этой трагической антихудожной ситуации? Я все-таки позитивно смотрю на театральное будущее. В том, что произошло с нами, вполне возможно, окажет благотворное влияние на художников театра. Чего греха таить? Последние десятилетия было сложным для театра. В девяти случаях из десяти я, придя в театр, получал негативные ощущения. Много было чернухи, много было грязи, много было непрофессионального проявления со стороны режиссеров, которые крушили драматургические произведения, врывались в пьесу, взламывали ее фомкой, а не открывали ее для артистов и зрителя. Автор подвергался насилию. Многие театры вели себя, как сомалийские пираты, захватившие чужой корабль. Что делали с классикой? Втискивали в нее какие-то первые пришедшие в голову ассоциации и какие-то куски из других литературных произведений. Да, постмодернистские тенденции существуют. Они должны, безусловно, быть сегодня в ткани театрального искусства. Безусловно, но автора никто не отменял. То, что театр вторичен по отношению к литературе, не заставляет театр комплексовать. Наоборот, заставляет любить литературу. Мы же не комплексуем от того, что мы вторичны по отношению к своим родителям. Да, театр вторичен по отношению к литературе, потому что вначале было слово. И мне кажется, сегодня очень многие театральные приемы режиссеров, которые известны своим якобы новаторством, придется отнести на свалку. Сегодня, если в театр придет зритель, он не захочет видеть черноты. Он не захочет видеть убогости. Он не захочет видеть грязи. Он ее уже насмотрелся по уши. По уши. Погряз в этом. Зритель захочет видеть счастье. Захочет видеть любовь. Захочет видеть светлый, не физиологичный, не патологичный юмор. С позволения сказать, если его можно назвать юмором. А захочет видеть светлый, как колокольчик, юмор, который очищает душу и обращается к сердцу, а не к животу. Понадобятся новые режиссеры, которые воспитаны на основании нашей русской театральной режиссерской школы. Которые с уважением относятся к классикам. Которые ищут светлых новых авторов. И мне кажется, вот это самое позитивное из того, что я сегодня ощущаю, как театральную проблему. Как путь, по которому театр должен медленно выходить, выкарабкиваться. Вылезать из этого тоннеля. Из этой ямы, в которую он попал. Из-за этой вирусной пандемии. Да здравствует светлое искусство театральное, которое еще раз напомнит человеку, что он не животное, что он не грязь, а творение Божие. Вот по этому пути, как мне кажется, театр и пойдет. Счастливой вам дороги. И нам всем.